МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кладбище, кстати, тоже обещают в рамках этой уборки. Санитарный весенний прибрательный. Традиционная такая штука, да. Ну, видимо, вот эти яркие весенние тёплые лучи заставили очнуться от спячки зимней замечательных людей, которые живут в Вятских полянах, в самом южном городе нашего региона. Я имею в виду людей, которые сами себя называют безумными шляпниками. А у них весна, видимо, просто чуть-чуть пораньше началась, они уже проснулись. Я думаю, да, там немножко ситуация иная. Снять, наверное, уже побольше растаял. Так вот, мы хотим напомнить, что в Вятских полянах существует первый, не знаю, на данный момент единственный или, ну, по крайней мере, первый в России музей головных уборов народов мира. Называется он Дом шляп. Этих замечательных людей, инициаторов создания данного учреждения зовут Валерий Смолюк и Олег Уваров. Пандемия тут была пару лет, да, и они никуда не ездили. В первую очередь, на мой взгляд, с этим это связано. И вот они тут объявили на прошлой неделе о том, что у них очередная экспедиция. Называется это все «Головные уборы старой вятки». Проект носит такое название. И старая вятка, я так понимаю, имеется в виду территория прежней вятской губернии, которая включала в себя Умуртию, там, да, территории, некоторые районы Татарстана. Вот, и они снова поехали за шляпами, дабы пополнить свою коллекцию, расширить ее. И мы надеемся, что ближе к концу второго часа мы успешно пообщаемся с Олегом Уваровым, основателем данного музея. Куда они поехали, зачем они поехали, что они хотят привести, уже первые впечатления от встречи с местными жителями, в общем, обсудим. Да, перед этим пообщаемся еще с одним Олегом, тоже по поводу... Ну, никак не тоже, да? День Олега у нас сегодня. Но, к сожалению, не исторических. Стартует уже работа, которую будет проводить кировский филиал Т-плюс. Я так понимаю, что, скорее всего, в этом году снова предстоит какая-то масштабная работа. В этом году я был на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года в кировском филиале Т-плюс. И там как раз Сергей Александрович Береснев, руководитель филиала, говорил о том, что в этом году планы в нашем городе и в Кирово-Чапецке прям вот большие-большие, грандиозные. Связано это с тем, что финансирование существенно увеличилось. Удалось получить кредит от фонда реформирования ЖКХ, фонда содействия реформирования ЖКХ. Да, там более 1 миллиарда рублей. И, соответственно, очень-очень-очень много моментов, которые они хотят успеть сделать в этом году. И накануне появилась информация о том, что филиал ПАО Т-плюс уже приступил к некоторым работам. В частности, на переулке Вершининском и на улице Красина. В общем, все подробности узнаем во втором часе с 13.05. Прямо сейчас будем говорить про один, я бы так сказал, из затянувшихся вопросов, которые пытаются решить в нашем городе. Пытаются решить, кто депутаты, чиновники, представители бизнес-сообщества. Мы сейчас будем говорить о конкретном здании, о котором часто, в общем-то, упоминаем в наших эфирах. Это Детский мир на Комсомольской, 15. Я тут, кстати, до начала передачи у нашего звукорежиссера Виктора спросил. Виктор, ты не в курсе, Детский мир работает? Он говорит, конечно, работает. Что с ним сделается? Я говорю, нет, ты не понял. Я имею в виду на Комсомольской Детский мир. И вот тут он озадачился. А что, там тоже есть, что ли, да? Там что-то есть. Вот мы сейчас будем постепенно подключать к нашему эфиру Дениса Ерохина. Это депутат Кировской городской думы и руководитель, вернее, председатель постоянной комиссии по экономике и предпринимательству. Да, и судьба накануне Детского мира как раз обсуждалась среди депутатов, среди чиновников. И все это продолжается уже несколько лет. Основной вопрос заключается, если так по-простому говорить, в том, как сделать эти площади эффективными. Они все-таки имеют непосредственное прямое отношение к городу. Вот сейчас непосредственный статус этого учреждения, этого объекта попросим уточнить у Дениса. Денис, я так понимаю, с нами на связи. Денис, добрый день. Добрый день. Ой, Денис, отлично слышно. Спасибо Телеграмму, современным технологиям. Гораздо лучше качество звука, нежели по телефонной связи. Денис, мы неоднократно поднимали тему Детского мира, что с ним делать, как добиться того, чтобы приносило предприятие больший доход в городскую казну. Информации очень много, идей за последние годы много очень обсуждалось. Давайте напомним, Денис, нынешний современный статус Детского мира. Это, можно сказать, филиал подразделения. Нет, на самом деле Детского мира уже как бы как такового нет. Он был присоединен к магазину «Спорттовары». Мы еще в прошлом созыве много раз говорили о том, что его необходимо закрыть, ликвидировать, потому что невозможно конкурировать муниципальному магазину с Федеральным детским миром. Как бы это, на мой взгляд, было просто безумие и трата каких-то средств, сил и так далее. Давайте не будем торопиться, Денис, подождите, давайте не будем торопиться, пройдемся по хронологии. В 2017 году я нашел информацию городской администрации. Да, действительно, появились планы приватизировать. Пытались включить Детский мир в список приватизации. Даже озвучивалась сумма 40 миллионов рублей. Это в 2017 году. Ну, я так понимаю, по нынешним ценам минимум в полтора раза больше, наверное, да, с учетом того, что все подорожало. Ну, вы знаете, это очень хорошо, что это не произошло. Да, Шульгин тогда сыграл свою роль. Он отменил эту приватизацию или что? Да, то есть мы говорили о том, что это здание необходимо передать под социальную сферу, то есть это под дополнительное образование. Я предлагал там разместить и художественную школу, и, может быть, какие-то, ну, как бы, любое направление доп. образования. Потому что там достаточно, ну, густонаселенный район. Это район ЖД вокзала, недалеко чистые пруды, и вот тот район действительно дуждается в каких-то вот таких учреждениях. Вот, поэтому использовать его, продать его и получить какую-то разовую выгоду городу, и после этого не иметь площадей, да, под это, ну, я считаю, что это неправильно, неэффективно, потому что город в первую очередь должен думать о том, сама, о людях, о детях там и так далее. Денис, а скажите, простите, перебью, да, а на тот момент, вот вы настаивали, вернее, обсуждали эту тему продажи, а на тот момент было известно о потенциальных новых-то владельцах, тогда были вообще желающие, пять лет назад? Нет, я думаю, что его просто хотели каким-то образом, там, может быть, через какие-то банкротства, как это, как уходили помещения центральной коммунальной службы, там, порядка девяти помещений, достаточно хороших в том числе, ушло в процедуре банкротства. Может быть, может быть, да, да, алло, алло, да, может быть, именно его хотели вот каким-то образом таким, как бы, но покупателей, да, сколько я понимаю, не нашлось вот на эти, там, за эти деньги, которые его хотели продать, ну, и хорошо, что этого не случилось, и сейчас, по крайней мере, есть возможность, ну, то есть этот объект переделать под доп. образование. А, Денис, напомните, а с чем была связана тогда реорганизация детского мира в ООО? А он абсолютно неэффективный, он, мало того, что он перед своей ликвидацией наделал долгов, то есть они взяли кредит 9 миллионов, хотели сделать какой-то детский, детский развлекательный центр, на котором полтора миллиона ушло только на дизайн-проект. Ну, на мой взгляд, это просто обычное, как бы, жульничество, и в результате там центральный рынок и спорттовары, вот, косил вот эти толки детского мира, которые образовались, то есть, ну, вот и все. То есть, на сегодняшний день наблюдательным советом магазина спорттовары принято решение передать его обратно в казну, то есть, ну, вот, на комиссии мы узнали о том, что, в принципе, он еще не по каким-то причинам, по, я так понимаю, по нерасторопности у ДМС, то есть, он еще не передан. Денис, а мы, простите, перебью. Я считаю, что в ближайшее время это необходимо сделать и выделить деньги на проектирование, ну, и на, ну, и, в принципе, определиться, что там лучше сделать, что более востребовано для детей в данном месте. Насколько он спорттоваром вообще картину портит? Да, вот давайте мы немножко перескочили, для тех, кто не очень в теме, что называется, как магазин спорттовар, это на Октябрьском 72 тут возник, почему именно под его крыло перешел детский? Это было решение администрации города, когда, значит, магазин самоликвидировали, и у них оставались вот эти товарные остатки, то есть, их нужно было куда-то деть, чтобы погасить в том числе какие-то там текущие платежи, какие-то долги возникшие там и так далее. И так как торговое предприятие в городе, в принципе, осталось одно, их вот пытались, не пытались, а объединили с магазином спорттовары, которая вот эту функцию и выполняла на протяжении там вот этого времени. А спорттовары полностью муниципальный, да? Муниципальное торговое предприятие? Полностью муниципальное, но, на мой взгляд, вот там критиковали, конечно, предложение депутатов о том, что они... Ну, у меня позиция точно такая же, я считаю, что невозможно на сегодняшний день конкурировать с мощными федеральными игроками, с этими же спортмастером, с Портландией там, ну, как бы и так далее. Хотя, ну, наверное, магазин в чем-то уникальный, но если взять, как бы, экономически, то на сегодняшний день, мне кажется, ну, там как таковой экономики нет. Надо уточнить, собственно, камень-то преткновения, это сейчас второй, да, этаж магазина детский мир, который пустует... То есть на первом этаже были какие-то арендаторы? Нет, на первом этаже торговли есть. Нет, там никакого камня преткновения нет, там просто, я так понял, со слов Калугиной, которая на комиссии говорила о том, что социальный блок города, он не определился, кому именно, за кем закрепить это здание и кто его возьмет. Ну, то есть там очень много, то есть там и там различные там направления были, поэтому, ну, вот, видимо, еще какие-то, видимо, споры идут, я не знаю, почему, почему с января месяца, когда было принято решение, почему до сегодняшнего дня это еще не сделано. Тут ведь еще один немаловажный нюанс имеется. Спорттовары являются учредителем единой управляющей компании, да, которая находится сейчас в стадии банкротства. 90%, то есть это город, видимо, ну, то есть вот человек, который, доступивший один раз на грабли, он, ну, всегда будет всю оставшуюся жизнь, как бы, опасаться. Город, это, видимо, ну, он как-то мыслит по-другому. И уже две, какие две, три управляющих компаний, это центральная коммунальная служба, где потеряно достаточно много помещений и еще даже не хватило денег на погашение долгов. Это первая ленинская управляющая компания, где есть уже судебное решение в виде субсидиарки к основному учредителю, это автотранспортное предприятие АТП городское. По второй ленинской управляющей компании, насколько мне известно, тоже готовится иск по субсидиарной ответственности, там, сотни миллионов рублей. Поэтому и город снова создает самоуправляющую компанию и делает учредительный 90% спорттовары и 10% ГДМС. То есть, ну, и сейчас вот ситуация в юг, она тоже там есть заявление в арбитраже о банкротстве, о самопризнании банкротом данной организации. Поэтому, конечно, как бы риски есть, что если придут, то и привлекут к субсидиарной ответственности учредителя, то, конечно, как бы за спорттовары, вернее, за магазин Детский мир, наверное, придется отвечать бюджету. То есть, если он до того времени будет передан. Ну, я не знаю, для чего этот город делает, но, видимо, какой-то план по уничтожению и в долги загнать какие-то муниципальные предприятия, постоянно их делать какими-то учредителями, постоянно создавать какие-то неэффективные управляющие компании, которые там, ну, с непонятным управлением, где, так или иначе, все приходит к какому-то одному концу. То есть, к банкротству, к субсидиарной ответственности и так далее. Ладно бы, если бы это была разовая история, а это уже четвертая, четвертая управляющая компания, которая, в принципе, возможно, сейчас будет хоронить магазин спорттовары. Ну, я, конечно, в условном смысле хоронить. Ну, то есть, которая, в принципе, и может потянуть со собой магазин спорттовары. Я очень надеюсь, что у них как бы хватит там имущества, сил погасить, может быть, долги своей организации, где они являются учредителем. И магазин «Детский мир», вот здание, помещение «Детского мира», оно останется, так скажем, в казне, нетронуто, и все-таки там будет какой-то вот такой социальный детский объект. Ну, вот, Денис, да, у депутатов есть какое-то понимание хотя бы, что бы там хотелось видеть? Соцобъект, имеется в виду какое-то топ-образование? Ну, я считаю, вот, допустим, хорошая история была, когда у нас есть детская художественная школа, и сделали филиал на Лепсе, да, то есть, тем самым забрав вот целый куст детей, да, вот в той стороне, им и удобно стало добираться до этой школы, и, то есть, как бы, ну, как-то рядом с домом, да, то есть, всегда, как бы, комфортнее, когда ребенок занимается, там, школа рядом с домом, там, художественная школа рядом с домом. Так и, я считаю, здесь вот это, этот куст, допустим, под художественную школу, и дети там с этих же чистых прудов могли достаточно, ну, проще добираться, тут вот, с самого вокзала, Комсомольская, Азина, тут достаточно много и новых домов, и поэтому, я думаю, что вот, может быть, что-то такое, вот, мое видение такое, то есть, как бы, ну, я его озвучил, а там дальше уж администрация будет занимать решение. Может быть, это будет несколько направлений, потому что там помещение, оно немножко, как бы, такое сложное, то есть, там и цокольный этаж достаточно большой, его там, ну, эффективно, наверное, сложно будет использовать, и, к примеру, там, первый, второй этаж, они, ну, тоже достаточно такие, ну, мне кажется, оно интересное помещение, в любом случае его как-то можно использовать, там, может, какие-то секции, там, еще что-то, еще, то есть, как бы, ну, вот, просто на, чтобы было у администрации желание этим заниматься. Денис, вот, слушайте, сейчас передо мной новость от декабря 21-го года, практически полтора года назад, вы тогда тоже депутатом Кировской городской думы были, здесь написано о том, что якобы на первый этаж детского мира претендовал некий банк, тут не называется, да, какой именно? Нет, это история была, там, да, вот на втором этаже, как раз детские учреждения. Там была, на первый этаж посадить банк, на второй, там, детские, ну, детское какое-то учреждение, ну, это тогда и обсуждалось на социальной комиссии, ну, я тогда изначально был против всей этой истории, потому что, ну, я считаю, что это, ну, какое-то безумие, там, внизу в банк. Ну, там, в частности, разногласия там якобы возникли по поводу входа, да, раздельного входа, и вроде как инвестора... Да, там надо было очень сложно делать группу переделывать, входную там и так далее. Я считаю, что это, как бы, даже обсуждать не надо, но просто целиком это здание использовать под какую-то, вот, под какие-то социальные вещи, под, ну, в первую очередь, под детскую занятость. Я еще почему так считаю, потому что, ну, учитывая, что у нас ничего нового не появляется, то есть из десяти школ, ну, там, из четырех школ и шести пристроев, которые должны были появиться в декабре 22-го года, не появилось ни одна, а тут уже, как бы, вроде как стоит здание, и все равно это уже более реально сделать, да, учитывая, что, ну, администрация, может быть, на это-то у них, как бы, и хватит там сил, толку, чтобы вот сделать это здание и привести, чтобы оно использовалось по, вот, именно по назначению, да, под дополнительное образование. А вот смотри, смотри. Поэтому я не уверен, что в ближайшее время появятся какие-то новые здания, да не то, что не уверен, убежден, что появятся какие-то новые здания под какие-то доп. образования, да, то есть, ну, не выстроят у нас сейчас корпус, например, ну, это же, к примеру, художественные школы, да, то есть, там, ну, не надо на эту тему фантазировать, потому что у нас не хватает и садиков, и школы, и в первую очередь, конечно, надо это решать. И доп. образование, оно все равно, как бы, второстепенно, после, там, как бы, основного образования. Поэтому, а здесь уже, как бы, есть объект, который, в принципе, я считаю, надо переформатировать, чтобы он был и чтобы оставался в городе. Да, объект, тем более он и прямое отношение к городской собственности имеет. Вот я смотрю, то есть, некие подвижки-то все равно, на мой взгляд, были в этом отношении, вот то, о чем вы говорите тогда, тоже в декабре 21-го года, начальник департамента образования Петрицкий говорил о том, что уже может быть запущен процесс создания проектной смертной документации по перепланировке и реконструкции этого объекта, и даже тогда сумма озвучивалась 10-12 миллионов рублей. Помните эти события? Да, я помню эти события, но тогда как раз говорили о том, что давайте первый этаж все-таки сделаем под банк. И я-то высказался и говорил о том, что это не нужно делать, нужно делать как бы целиком. И вот сейчас как раз нет никаких арендаторов, нет ничего, и все-таки, хоть и детский мир находится, ну, как бы не казалось вроде как бы в центре, и мимо него мы, наверное, там, ну, минимум раз в день, там, периодически кто-то проезжает, кто живет там в той вот, ну, как бы части, да, то есть это такая некая артерия города, но в плане, если говорить вот, и о чем, в принципе, Бахтина говорила, директор спортовары, если говорить о том, что оно не подходит именно под аренду, и почему в том числе они не могут сдать, ну, оно не совсем коммерческое, то есть там нет каких-то парковок, там нет удобной разгрузки, вот как она говорила там, то есть, ну, там много всяких нюансов, которые вот так или иначе не дадут его использовать полноценно под какие-то бизнесовые, торговые, как бы, объекты, да, то есть, как бы, будь это там, ну, банк может быть, но опять же нет парковки, да, то есть, поэтому я считаю, что, а вот в плане доступности детей тут достаточно много остановок, достаточно много ходит транспорта по Октябрьскому проспекту, поэтому я считаю, что это будет вполне, как бы, удобно. Ясно, пара минут у нас еще есть до рекламы, давайте зафиналим, что называется, информация очень сейчас много прозвучала, так, давайте определимся. Спорт товары настаивает на том, чтобы избавиться от детского мира, ну, я имею в виду с баланса своего, да, так? Да. В городской... Да, ну, у них желание такое есть, потому что на сегодняшний день им даже на погашение долгов там по, вернее, не долгов, а платежей по коммунальным услугам не хватает вот той аренды, которую они собирают. Это, конечно, в первую очередь вопрос эффективности, как бы, ну, вообще управления этого всего, да? Ну, и тут, как говорится, не поспоришь в том, что они говорят, что есть действительно факторы, которые, ну, как бы, не дают использовать это помещение эффективно, потому что, ну, не то это совершенно место, и я думаю, что многие, как бы, со мной в этом плане будут согласны. Хорошо, Денис, пункт первый, да. Спорт товары хотят, чтобы у них все это забрали, чтобы не нести дополнительные расходы. Город готов на сегодняшний день принять? Вот для понимания. Город готов принять. Я, насколько знаю, эту историю поддержит и глава города Елена Васильевна, мы с ней не раз это обсуждали. Вот, город готов принять, но почему-то город, ну, на сегодняшний день тормозит, вот именно передачу из спорт товаров в казну города, потому что, ну, выделять деньги на проектирование, на ремонт данного помещения можно только тогда, когда это помещение будет в казне города, когда оно будет муниципально. Так, тут по процедуре, кто должен появиться, чтобы принять, собственно, этот объект? Вы вот в самом начале говорили, что это тоже через муниципальную организацию. Это может быть, например, художественная школа, например. Если она извит желание и говорит, да, нам интересно в том районе, то есть они берут, как бы, ну, то есть это любое учреждение дополнительного образования, которое, в принципе, объяснит, так скажем, ну, то есть цели использования этого помещения, вот так вот. То есть, как бы, что они говорят, что да, нам надо, то есть депутаты соглашаются, говорят, там, ну, депутаты тут уже, как бы, особо не важно. Самое главное тут именно передайте, чтобы это был какой-то объект. Но я считаю, что это должен быть, может быть, несколько объектов, я еще раз повторюсь, потому что, ну, там, допустим, цокольный этаж, там, большой-большой вопрос, как его можно использовать, а там, на самом деле, тоже достаточно немаленькие площади. Может быть, что-то под какие-то, не знаю, там, ну, какие-то секции, может быть, федерации, там, спорта или еще что-то, может быть, какую-то даже аренду сдать. Ну, я просто мое предположение. Когда, Денис, по вашей оценке, какие-то реальные подвижки появятся во всей этой истории? Я думаю, что они появятся, потому что, ну, как бы, в любом случае решение наблюдательного совета есть, желание спорттоваров есть, я думаю, что сейчас, ну, администрация так или иначе в любом случае ускорится и примет какое-то решение все-таки, кто это будет и что там будет. То есть, и после этого, я думаю, что это все, как бы, произойдет. А дальше, я думаю, что при первых поправках же будут выделены деньги там на проектирование уже под конкретный какой-то объект всего помещения, да, и что там можно использовать с учетом всех там норм пожарных, Роспотребнадзора там и так далее. А и дальше уже будут выделяться деньги на ремонт данного помещения. И, ну, я не знаю, в идеале бы, конечно, ну, там, первому сентября это ничего не произойдет, но хотя бы если там это произойдет там к следующему году, да, там, с 1 января, ну, это будет здорово. Было бы неплохо, да. Спасибо, спасибо большое. Благодарим вас, Денис, Денис Ерольхин, депутат Кировской городской думы, и руководитель постоянной комиссии Гордумы по экономике и предпринимательству был с нами на связи. Очень много информации, да, прозвучало. Ясности больше стало для понимания, Даш? Ну, это проблемы городских властей и депутатов, как мне кажется. Или сложный вопрос, да. Нет, ну, мне тут хочется пояснить, да, что мы, конечно, безусловно, и сторону городской администрации тоже рассчитывали подключить, но, увы, нам не удалось найти в нашей большой городской администрации человека, кто бы нам внятно четко пояснил, какие планы наша мэрия испытывает, ой, господи, обдумывает в отношении детского мира, да. Реклама... Предлагаю, да, прерваться на полторы минутки. Продолжается программа «Дневной разворот». Дарита Пузлева и... Владимир Сметанин. Да, мы говорим о том, что городские власти, депутаты, предлагают сделать с детским миром на Комсомольской 15. В очередной раз. Да, только что общались с Денисом Ерохиным. Он продолжает настаивать на том, что там детские социальные учреждения должны размещаться. А если по-другому на вопрос посмотреть, если с точки зрения бизнеса, да, мы обсуждали это до начала передачи. Вот само по себе место, оно достаточно проходное, да, достаточно такое активное сходится Комсомольская, Октябрьский проспект. Да, есть большая сложность, которую Денис Ерохин в том числе упомянул, это отсутствие парковки. Соответственно, как я понимаю, бизнес, у которого большой оборот людей, скажем так, да, в течение дня, это место не очень подходит. То есть, условно говоря, какая-то торговля там, да, торговый центр или еще что-то, или какой-то федеральный сетевой магазин, то есть у кого много покупателей, здесь не совсем уютно, наверное, будет себя чувствовать покупатели. В том плане, что негде припарковать автомобиль. Вот, да, мы за эфиром подумали насчет предприятия общепита, потому что... На мой взгляд, неплохой вариант. Предприятие общепита — это то место, куда очень часто приезжают на такси, да, не на личном автомобиле, потому что планируют испить венца, скажем так, да. Ну да, да, чтобы потом не нарушать и благополучно добраться до дома. Хотя, с другой стороны, этот район, он довольно насыщен какими-то вот небольшими-то заведениями общепита. Ты помнишь, представляешь, что это какие-то магазинчики, кафошечки, там все есть. Ну, там рядом есть, да, непосредственно в близости Мюнхен, по-моему. Да. Если чуть выше подняться по Октябрьскому проспекту, тут мы получаем сетевые рестораны, да, с одной стороны один, с другой стороны другой, который недавно изменил название на вкусные точки, я имею в виду. Но, с другой стороны, это все заведение разного толка. Вот, возможно, ну, тут нужно говорить, да, были ли вообще в принципе интересанты на это место. Мы хотим все-таки, да, поговорить, как на этот объект смотрят представители бизнеса, но пока у нас не удалось связаться с Андреем Вавиловым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области, ему мы хотели задать эти вопросы, перспективно ли это вообще место и это задание в плане развития некоего бизнеса. Ну, а теперь возвращаемся к социалке, да, все-таки вот то, о чем говорил Денис Ерохин, да, такое густонаселенное место, проходное место и отсутствие учреждений социальных, в том числе образовательных, воспитательных, наверное, не лучшим образом, да, тут сказывается на популярности этой местности. Вот мы сейчас пообщаемся. Алена Чеснокова, да, с нами на связи, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, сопредседатель регионального штаба УНФ, Алена, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, у нас пять минут есть. Алена, скажите, вот, да, пересечение Комсомольска, Октябрьского проспекта, магазин «Детский мир». Мы сейчас обсуждали в очередной раз предложение депутатов, это не единственного у депутата инициатива, о том, чтобы попытаться организовать в здании «Детского мира» какие-то детские кружки, секции. На ваш взгляд, как мамы, как общественницы, имеет право на реализацию данной идеи? Ну, мое личное мнение, конечно, все, что действует в интересах ребенка, это всегда здорово. Другой вопрос, как это будет передано? Ну, то есть, там будут платные какие-то секции? Или все-таки мы возвращаемся к тому, что государство должно немножко позаботиться о наших детях? Потому что, если мы хотим полноценное, так скажем, потомство, мы хотим развивать своих детей, ну, к сожалению, не каждый родитель может себе позволить, особенно если это касается, там, многодетных семей, у которых несколько детей, и каждого нужно чем-то увлечь. Конечно, у нас была хорошая идея вот с этими сертификатами. Идея-то хорошая, но она очень недоведена. Сертификаты доп. образования вы имеете в виду, да? Да, сертификаты доп. образования, когда вроде бы это идет на благо ребенка, там, семья не затрачивает каких-то средств, но, как показала практика, этим могут пользоваться далеко не все дети. Точнее, не на всех детей хватает вот этого бюджетирования. То есть, если бы все было рассчитано так, как надо, или хотя бы пропорционально количеству детей бы это было распределено, конечно, было бы там софинансирование родителей, но было бы в меньшем объеме, это бы для кого-то сыграло, ну, как бы, очень такую большую, оказало большую поддержку. Но вот в данный момент все-таки этим пользуется очень малый процент детей. И если бы вот на месте детского мира, у нас очень много магазинов, у нас там очень много всего, но именно развивающих таких, особенно бесплатных, ну, или хотя бы там за разумные деньги, к сожалению, их очень мало. Алена, прошу прощения, перебью, времени у нас мало остается. Вот если говорить об этих заведениях, возможно, вы изучали этот район или так, навскидку, знаете, что бы там, чего не хватает, я не знаю, музыкальная эта школа, какие-то спортивные секции, филиал чего можно было бы туда завести, да, художественное что-то? В принципе, в том районе нет ничего, ни музыкальных школ, ни спортивных, то есть где-то поближе к центру там есть музыкальная школа, есть музыкальная школа на Хлыновской. Детский мир, он получается посередине. Художественная школа у нас тоже, ну, практически в центре, там, недалеко от площади, да, а здесь в этом микрорайоне тоже нет ничего. Возможно, платные какие-то секции есть, для платных секций не обязательно там, ну, вот люди занимаются, там не обязательно большое помещение, то есть, ну, они набирают такое количество, которое смогут там окупить аренду, там, зарплату, там, все остальное. А здесь именно большая площадь, и очень бы хотелось все-таки больше уклон сделать на бесплатные, на доступные дополнительные образования для всех категорий детей. В общем, идею вы поддерживаете и разделяете, да, эту инициативу. Конечно, то, что касается детей, я всегда поддерживаю. Ну что, спасибо, спасибо, благодарим за этот комментарий. Алена Чеснокова, представитель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. А я знаю, что поняла. У нас минутка есть еще? А у нас осталась система доп. образования бесплатная? Система доп. образования. Слушай, мой старший сын сейчас ходит, занимается спортом платно, 3000 рублей в месяц. Ну, то есть вот раньше, знаешь, вот помнишь, в наши времена можно было прийти в Дом культуры, ну, по месту жительства, и там можно было записаться на танцы, в живой уголок или еще куда-то. Я не в курсе, к сожалению, как родители. Вот сейчас мы говорили об этих сертификатах доп. образования, опять же, мой старший сын. Нет, без всяких там бумажек, сертификатов, многодетных статусов и тому подобное. Слушай, ну, даже не узнавал, даже не интересовался. Вот в рамках этого сертификата доп. образования мы успели походить год, позаниматься техническим творчеством, и все. И как-то вопрос как-то отошел на 15-20 план. Да, и Денис, и Алена говорили там вот об этом дополнительном образовании, и я задалась вопросом о бесплатном каком-то дополнительном образовании, задалась вопросом, оно вообще существует, или только вот через систему вот этих вот сертификатов. А этот сертификат, ты его как получал? Все в электронном виде. Нет, то есть для этого тоже нужно что-то, каким-то статусом обладать? Статусом родителя. А, ну и все. При достижении ребенком определенного возраста ты имеешь право на получение этот сертификат. А зачем его получать? Ну, вот это вот новая система, это, так скажем, новый формат, новая форма работы. Система же и так знает о том, что у тебя ребенок есть. С детьми, с доп. Образованием. Ну вот решило государство у нас именно в это русло перевести, попытаться. Видимо, плохо что получилось. 10 тысяч рублей там, по-моему, обещали на ребенка в год тратить. Ладно. Это хорошая тема, да, для нашей следующей передачи. Завершаем ли мы эту тему, потому что у нас мы хотели пообщаться еще с Андреем Вавиловым. Если мы сможем с ним связаться, то еще несколько минут после большого перерыва поговорим.